друзья думал думал слушал этот ролик думал вставить комментарии вначале решил вставить комментарии простые просто вслушайтесь не слушайтесь а услышьте голос звонящего и тому кому звонят вы чувствуете какая какая сильная разница в жизненной позиции какая сильная разница вообще формате восприятия этой жизни то есть чувак именующий себя мужчина женским голосом звонит нормальному уверенному в себе мужику и пытается доминировать мы знаем где он может доминировать догадываемся по голосу где вот этот звонарь скорее всего чаще после работы доминирует из кем а может быть наоборот противоположной роли в общем короче говоря наслаждайтесь друзья мои заранее благодарю подписчика автора за этот ролик шикарно держится я еще честно скажу не до конца послушал первые пять минут и я уже решил вставить комментарии чтобы потом мысль не убежала здравствуйте радуги межат федеринка дмитрий решетова андрея евгеньевича могу услышать что им имею честь хом кредит банк уточните пожалуйста чтобы не вводить до судебное производство вас два договора у вас две задолженности на сегодняшний день долг составляет 103 тысячи 371 рубль 21 копейка вы знаете об этом у вас монолог если монолог я еще послушаю трубку положу и все или вы что-то хотели узнать вы угрожаете сейчас дружище дружище вы ничего не перепутали нет нет не перепутали мне вас принижали ваша контора называет служба опускания долгов контора это у вас на кромском шоссе а у нас банк хомкредит о-о-о маловероятно 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 потому что банковские служащие так не разговаривают с людьми я так понимаю что вы называете службу опускания долгов скажите мне честно да или нет любезно пропали еще раз вы называете служба опускания долгов или как или вы вводите меня в заблуждение сейчас я гряду судебное производство банка хомкредит а почему так разговариваете как странный коллектор как вы почему какое право вы имеете со мной так разговаривать давай себе сейчас говорите да не не понял безблажай что хотел сказать я вам сказал что у вас долг 104 тысячи когда рассчитываться будем мне передали информацию что вы хотите рассчитаться по договору своему пук вашей карточки виза электрон вот я и звоню вам чтобы вы сейчас совершили перевод 104 тысячи через карточку виза электрон весь через электрон мы проводим а значит по 15 тысяч если 104 тысячи разделить на 15 тысяч это будет а почти 7 сделок по 15 тысяч вот поэтому 7 раз мы будем мы будем с вашей карточки переводить а по 15 тысяч шаги а кто тебе сказал что кто тебе это сказал и передали данные кто тебе передал сотрудники передали когда вы общались последний раз а последний раз вы общались вчера 25 декабря в 19 37 ну любезно вчера я послушайте мне внимательно вчера общался со службой взыскания долгов но так вы же договорили что вы будете перевод делать погашение своих долгов там заблудились что ли вы это банк но я смотрю что это вы заблудились 2164 дня никак не можете выйти на правильный как говорится на правильный путь истинный амигу я задаю конкретный вопрос кто то есть вопросы здесь дают только я это ясно это понятно нет понятно мне вас искренне жаль ты кто такой растолкуйте мы на ты с вами не переходили предлагаю вам соблюдать субординацию на ты будете разговаривать со своими друзьями родственниками и знакомыми вам плохо вам плохо молодой человек не обостыть и на тебя слушать вам очень плохо да у вас обострение и сидит мне вас искренне жаль что дать к жалкий ты доставайте карточку называете срок действия вашей карты будем сейчас осуществлять чё будешь осуществлять через веб через веб они чего ты там прерываешься называете срок действия вашей карты что шаман что ли я не понял что шаман что ты меня вы говорите сейчас я говорю однако 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 да ну однако вы заблудились ангелий не видишь рекомендую перестать это делать а ты чё навигатор что ли здесь а откуда ты знаешь заблудился я или нет еще раз я прошу а ты откуда знаешь заблудился я или нет вы сами только что это сказали что сказали ты что-то путаешь что вы заблудились у тебя запись разговора проводится там нет а у вас а у нас да к сожалению мне вас быстрее жаль ой 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 ну жалей меня погладь меня по голове пожалуйста не хочешь нет а я я жалко жалко а сделать ничего не можете ты можешь сделать котик какой кошмар 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 дедушки дедушки русской авиации что ты можешь делать расскажи мне еще как вам плохо да мне плохо я когда тебя слышу мне блевать хочется неплохо отлично я сейчас вам буду вызывать скорую помощь давай давай откуда из москвы в орел да и сейчас на клинике борис борис ты там уже был даже название знает адрес называете куда вызывать да ты чё у тебя все написано там твоей берестяной грамоте взять мало ли может вы там не живете может вы прячетесь а я там и не живу но я не прячусь ты я ж трубку тебе поднял мне прятать вы прячете скрываетесь ты тебя не ебет прячусь я или скрываюсь здесь вот вы как интересно заговорили да как надо с тобой такими муфла мусловными только так а какой кошмар какой кошмар кошмар будешь кино смотреть понял но я смотрю что вы пересмотрели кино все все окланился от темы говори амир я вас буду оформлять куда узнаете ближайшие никуда меня уже одна кобыла сажала надеяна яду то нет причина вас сажать 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 это бесполезно знаете сейчас как говорится места лишения свободы они а как говорится переполнены зачем это надо это еще туда попадете тубик подхватить чем понимаете чем это надо меня не волнуйся и куда прокуратуру на каком основании дружище сейчас позвоню своей бывшей одногруппницей чапаренко мне она мне поможет вас оформить по какому какую статью вмените мне прокуратуре что какую статью хотите вменить по вашей любимой такой ваша любимая родной что это такой номер просто не знаете конечно нет а как же мне вас искренне жаль что ты такое ощущение что ты этого не знаешь я знаю я знаю причинение имущественного ущерба путем обмана либо злоупотребление доверием и кому я ущерб банку хом кредит а ты тут причем а я исполнитель исполнитель чего как чего данного процесса исполнитель татарской перестанцев поэтому вот вас и оформим по высшему разряда со всеми почестями как полагается давай и что мне будет за это вот поэтому я думаю что эльвира охотно пойдет на этом эльвира ты уже слил свою подругу все ее эти а я ваш холм кредитбанк эту запись предоставлю конечно предоставки и потом расскажите потом рассказывать как 2167 дней вы скрывались прятались и незаконно удерживали наши деньги наш любезный чтобы это доказать тебе нужно произвести определенные действия она мы не должны ничего производить доказывать теперь будете вы кому посмотрите кому друзья это я не пугайтесь я понимаю что вам тяжело это слушать этого ой дурак ой дурак так хочется сказать но знаете как вот давайте еще наберемся сил надо слушать надо но человеку от автора я представляю до какой степени ему тяжело было этого муфлона слушать действительно вот слушаю и узнать ее либо руки чешутся либо вот я не знаю очень хочется на место автора на месте автора оказаться чтобы высказать этому господи не знаю даже слов подбирать найти его пидорку там я так вот скажу что вообще о нем можно думать ну давайте еще продолжаем слушать терпим терпим друзья терпим вы не переживайте вы как говорится уже не спешишь музыка говорится не спешите что можно было сделать вы уже сделали вы уже свои камни разбросали теперь пришло время эти камни собирать да ты чё блин а ты все заповеди знаешь нет поэтому знаете как говорил а петр первое каждому чеку да дано пройти дорогу в этой жизни но не каждому давно пройти и достойно и вот мы посмотрим как вы про выйдете с этой ситуации достойно вы меня больше звонить не будете вы меня будете сажать а при чем есть сажать и при чем есть звонить хочу все будет все будет все будет по высшему разряду вас все будет ты все решил мой этот к этому посмотрим как вы пройдете дорогу достойно все сказал нет давай продолжай тогда у меня дела давай быстрее только мне время трачу на ваш базар это хорошо если вы петр первый узнал что ты своим поганым и ртом назвал его имя он быть и язык отрезал будь уверен нашел кого цитировать ты цитирую какого-нибудь бориса моисеева и песню голубую луну вот это по твоей масти петра первого процитировал придурок это хорошо нам это уже нравится все хорошо че тебе хорошо valves и тебе что хорошо не делал эти мне хорошими делать я уже хорошо поэтому это хорошо чтобы уже напрягаетесь и то что вы уже нервничаете а то что вы переживаете это уже очень хорошо значит не все степеном это сколько клоколь на значит вы не переживаете даざлcome Ну, я думаю, что это временно все. Это временно длится уже полгода, бля, что-то его никак. У вас, блядь, на лыжах едут, блядь. Это просто вас жалеют, понимаете, Андрей Евгеньевич. Вас жалеют, понимаете. Просто вас очень сильно жалеют. Вот, все вас жалеют. А жалость, знаете, это самое последнее дело в этой жизни. Жалость. Я плачу, блядь. Чего ж такое? Я такой плохой. Ты такой хороший, жалеешь меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты меня разжалобил. Я уже обосрался жидким стулом. Не знаю, что делать. Вот стою здесь на улице. Знаете, вы неплохо играете в театр одного актера. Сейчас в дух долбоюб выиграю. Мельник нервно курит в уголочке. Мельник, ты водички попей, я тебя пересохну. Мельник, мельник нервно курит в уголочке. А мельник, какой мельник? Что ты лепишь-то, блядь? Ну, видите, вы даже этого, вы видите, вы даже этого не знаете. Этого мельника твоего кореша, что ли, не знаю, блядь. Мельника все знают, понимаете. Ему даже Путин вручал награду, понимаете. А что у тебя такой голосов, как у пидорка-то? Я говорю, ему даже Путин награду вручал, а вы даже этого не знаете. А что у тебя такой голосов, такой мябля, блядь? Ты пидорок, что ли? Вы себя послушайте со стороны. С какой стороны меня тебя послушаете? Это ты со стороны послушаешь. Ну вот послушайте себя со стороны, как вы разговариваете. Мне вас искренне жаль. Это моя личная. А мне твоя жалость похуй. Знаете, вы очень низко пали. Вы очень низко пали. А так как вы очень низко пали, то вы уже никогда оттуда не подниметесь. Это вы уже прошли свою точку невозврата. Да. Вот ты, блядь, шаман. Это мне вас искренне жаль. Из эзотерического салона звоните. Вы очень низко пали. Бать, колотите. Что ж так? Ну дальше что? Говори дальше что? Поэтому вам уже, к сожалению, никогда не подняться. Да. Я ставлю согласен полностью. Поэтому вы заняли уже свою нишу. Заняли, да. Ну говори, что ты мне про нишу расскажешь. Ну ты занимает ее дальше. Ну, все сказал? Да трубку положи. И спать лови. А, так быстро, да? Ну, ходите потом. Что, уже устали? Погиб невольник чести. Иссякли, да? Да, да. И залпы тысячи орудий следлись в единый шум, блядь. Да. Иссякли, да? Смешались люди, кони, там, все в одну кучу, блядь. Ты стихи мне будешь читать, или что? Амиху. Иссякли, да? Иссякли, да. А, ну, печально. Печально. Ты печалься сиди там, понимаешь? Печаль, печаль, беда. Печалься, да. Для тебя беда. Печаль, беда. Это полнейший провал, Андрей Евгеньевич, будем... Полнейший провал, Амиху, полнейший. Будем вас сейчас оформлять, сейчас я протоколь всегда оформлю, и ваше кредитное досье передам по процессу. А процесс у вас будет веселый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Под названием «Это первание». Да-да-да-да-да-да-да-да. Я басну сейчас, беда. Либо ты дурачок, либо ты думаешь, что ты умный, но законов не знаешь, понимаешь? Вот сейчас лепест... Поэтому ждите, ждите. Ваш час наступит. Ваш звездный час наступит. Да-да-да. Когда? А вот уже не скоро, не за горами. А что значит не скоро, беда? На китайскую Пасху. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ты хам, беда, трамвайный, беда. На китайскую Пасху все произойдет. Слушай, Амиху, ты работаешь на этой бабской работе, бед, и че ты... На китайскую Пасху все произойдет. А ты знаешь, когда китайская Пасха балбес, бед? Вы знаете? Да. Кого числа китайская Пасха у нас, беда? Ну, так вы узнаете. Какого? Скажи. Вы не просто узнаете, вы прочувствуете на себе. Все прилились китайской Пасхе. Да. Амиго, а ты знаешь, что... Это потому, что китайская Пасха, она долго запомнится. Умный, блядь. А ты знаешь, что в Китае совершенно другая религия, сам буддизм? Конечно. Ну, какая же у них может быть твачок? Ну, так у них своя китайская Пасха. В этом вся суть, понимаете? В этом вся соль. Вот видите, вы не знаете говорить. Вот когда прочитаете в интернете, тогда поймете, о чем я вам говорил. А ты читатель интернета? Почему же читатель интернета? Ты же картинки смотришь просто, читатель интернета? Нет, я книжку читал просто. Книжку читал про интернет? Ай-яй-яй-яй. Это мне вас искренне жаль. Я это веду для чайников. Мне вас искренне жаль, что вы даже книжки не читаете. Я и читатель не читаю. Ну, ничего. Когда окажетесь в местах лишения свободы, у вас будет время книжки почитать. Да ты пизду маринованный, блядь. Поэтому я лично вам подарю книжку «Как избежать преступления за наказание». А ты хочешь на меня лично встретиться, что ты, дурачок? Так я лично приеду. Что он сказал? Книжка «Как избежать преступления за наказание»? Он там в своем уме вообще. Пидорок. Ужас. Я надеюсь, он слышит эту запись. Я лично, я лично приеду, я лично, я лично приеду вас проведать. Значит, ты меня обманываешь, скажи, пожалуйста. Я говорю, я лично приеду вас проведать. Ты лично брешешь, блядь, просто лично приеду. Лично приеду, привезу вам первую передачку. Давай, сейчас я тебя... Первую передачку вам привезу. Нет, я приеду... Давай так, давай так. Когда, где вы там находитесь? На какой улице? Я объясняю, что я приеду тогда, когда вы окажетесь в местах лишения свободы. Это, короче, пидор, блядь. Да? Давай мы с тобой набьемся в спортзале в ближайшем, к своему месту работать, блядь. Возьмем перчатки, блядь, и ты мне покажешь, как мужик, что ты можешь, пидор маринованный. И посмотрим, блядь. Вот давайте. Давайте. Знаете, не рекомендую. Не рекомендую. Не рекомендую. Ты придешь? Конечно. Хорошо, давай адрес, называй, какой спортзал. Это будет слишком дорогим удовольствием для вас. Да, тебе зубы придется вставлять, да дорого взять. Да? А это дорогое удовольствие, ты прав, блядь, Амил. Поэтому это будет для вас слишком дорогим удовольствием. Да. Не только для вас, а для вашей обеспеченной семьи в том числе. Я, Амил, в главном отделении ты будешь лежать очень долго, блядь. После этого на встрече. Сомневаюсь. Сомневаюсь. А ты что, ты весишь себя самим? Весишь сколько? 110. А, тогда ты пидару. Раз ты с таким голосом весишь 110, значит ты, блядь, какой-то жопушник. Жолномес. Да вы о себе говорите сейчас? Что-то мы о тебе говорим, блядь. Ну оставьте свои достижения при себе. Ну все, значит такие лопуки, блядь, разлетались, как некер дел. Оставьте свои достижения при себе. Да, 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 честно. Мы с тобой отошли от темы. Что ты хотел? Это все лирика. Что ты хотел? Да, конечно, это лирика. Лирика, знаете, какая у вас будет интересная лирика, когда вы окажетесь в местах лишения свободы в штрафном изоляторе. Ага. За что в изоляторе-то? Вот это будет у вас лирика. За что? Ты там был хотя бы? И будет не только лирика, а будет у вас все сразу. Там, чтобы попасть в изолятор. И все будет по высшему разряду. Вы будете не просто в изоляторе, вы будете в штрафном изоляторе. Да. Чтобы попасть в изолятор. Прогово режимом. Да. Чтобы попасть в изолятор, что нужно сделать, скажи, пожалуйста, из общей камеры. Ну так вам-то виднее, что вам нужно сделать. Видимо, вы уже бывали в штрафном изоляторе. Видимо, это ваши родные пенанты. Знаешь, что нужно сделать? Надо плохо себя вести. Так вот вы уже себя плохо ведете. А я буду хорошо себя вести там. Так вы уже себя плохо ведете. А если ты моя мама, что ли, дать? Что ты мне рассказываешь? А так как вы себя плохо ведете, вот именно туда вы попадете. Ладно, ты давай по процессу, пожалуйста. Расскажи мне. А там, а там, собственно говоря, комнатка 3 на 4, 12 человек. Ага. И все. 3 на 4, 12 человек. Да, и будете спать в шахматном порядке по очереди. Ммм, какой ты осведомленный-то. Наверное, был там. Еще и драться будете за право, кто будет спать первым, а кто вторым. А кто вообще спать не будет. А так как вы там будете новичком, то вряд ли вам спать придется. Фильм, он насмотрелся, ты фантазер ты, а? Ай-яй-яй. Поэтому мне вас искренне жаль. Поэтому у вас только будет один вариант. Понимаете? Надоел ты мне говорить, что ты хотел. У вас будет только один вариант. Я повторяю еще раз. Давай, давай. Ну давай все варианты. Один, два, три. Давай. Все. Расскажи, а я послушаю. И ты положишь руку, и мы пойдем заниматься делами. Ты своими взять федеристическими. У вас, я говорю, будет только один вариант. Побег, как это был фильм, побег из Алькатраса. Вот, это у вас будет только один вариант. Да, с матрасом побег будет, да. Очередная заявочка на статус дебила. Побег не из Алькатраса, а побег из Шоушенко. Очень хороший фильм. Но при чем здесь этот пидорок и вот этот фильм, не знаю. С матрасом побегаете. Я же не знаю, с чем вы бегать будете. Давай, да. Я бегаю, кстати, по 3 километра гроз каждый день. А ты, гав... Ну, видимо, мало вы бегаете. Ну, мне хватит. У вас отдышка. Вы слышите, какая у вас отдышка? Ух ты, блядь. Видимо, вы курите много. Курите много, видимо, да? Видимо, да. Дешевые сигареты, видимо, курите бомб. Да, да, да. Я с тобой полностью согласен. Давай, говори, я буду говорить да. Мы бы лучше трусарди покурили бы. Трусарди, дядь, это ты по себе покури, блядь. Трусарди. Вот. Трусарди себе покурит, блядь. Это мне вас искренне жаль. Давай, ты мне уже говорил. Я 5 раз уже это слышал, что тебе жаль. Поэтому я буду вас оформлять. Давай, оформляй. Ну, все сказал? Конечно. Автобиографию на вас оставил. Автобиографию? Вот и мусак. Конечно. Это твою автобиографию на меня составил. Составил. Я вашу автобиографию. А ты писатель, что ли? Автобиографию мою составил. Поэтому вы готовьтесь. Вы там держитесь. На что держаться-то мне здесь? Ай-яй-яй-яй. Правда. Ай-яй-яй. Вот ему так. Я буду специально букву подать ему так. Понял? И находишься ты, знаешь, где? И начальник твой, Татьяна Юрьевна, ты знаешь, как ты там хамишь людям? Кто-кто? Кто-кто еще раз? Кто-кто? Конечно, это кто-кто. И сказал ты чужую фамилию, имя свое сказал чужую. Конечно. Хорошо, скажи, с какого телефона сейчас звонишь? С какого телефона ты сейчас звонишь? С какого телефона сейчас звонишь? Это мне вас все-таки не жаль, Андрей Евгеньевич, что вы абсолютно не отдаете отчетку ни своим действиям, ни своим поступкам. Поэтому отвечать все равно придется за свой беспредел, которым вы занимаетесь. Я жаловусь. Пойди кошку погладь, раз такое там. Но, видимо, вы уже гладите. Четыре с половиной года. Вот ты. Ладно, хорошо. Ну что ты хоть все время сбиваешься с этой, с этой, как с тем? Все про кошек, про каких-то, про жалость. Ты что хотел-то? Сто пять тысяч. Сто пять уже? Ага. Отдайте деньги. Кому? И живите спокойно. Кому отдать деньги? Банку хом-кредит. Да? На каких счет? Чего с меня продиктуют? Телефон сейчас в голову записывается. Ты продиктуй, пожалуйста. Ну, ваш счет. Ваш любимый счет. Номер счета. Опа, счет. На 4-2-3 начинается. На 4-2-3. Ты мне полностью номер счета. Одного и второго. Продиктуй, пожалуйста. Полностью не могу. Полностью могу только смс-ку сбрасить. Не брось. А почему не можешь продиктовать-то? Это конфиденциальная информация. Кому конфиденциальная информация? Если я являюсь клиентом банка, а я им уже не являюсь, ты мне можешь сказать эту информацию. Ну, так тем более, вы себя не признаете клиентом. Как это? Я тебе представился, что у Евгеньевича 20 мая 61-го года проживает там, что тебе еще надо? Там-то и там-то? Номера до Шавурова. А там-то и там-то? Это где? Там-то написано в твоей берестяной грамоте. Давайте проверим. Не будем. У тебя все написано. Боитесь? Я тебе назвал фамилиями, отчества и дату рождения. Боитесь, что придут корректоры? Корректоры. Корректоры это такая пузыречек с белой краской. Корректор. Нет, корректоры. К вам придут корректоры. Знаете, почему к вам придут корректоры, а не коллекторы? Потому что корректоры будут корректировать вашу жизнь и жизнь ваших родственников. Это новая служба, которая вступает в силу 1 января 2017 года, так как коллекторы уже будут запрещены, а вот корректоры, к сожалению, нет. А пока Госдума Российской Федерации примет очередной законопроект о запрете деятельности корректоров, пройдет еще годок, полтора или два, а корректоры успеют откорректировать вашу жизнь, понимаете? Такие корректоры твои должны будут в реестр вступить, корректор. Поэтому, знаете, они корректоры, ребята, профессионалы своего дела. Ты веришь, нет? Пусть приезжают. Понятное дело, что вам без разницы. Видел одного корректора, он обрестал, что больше не ходит и не звонит. Это же был коллектор, а не корректор. Не важно, он тоже был большой, метр девяносто. Поэтому они были хорошо подготовлены, профессионально подготовлены были. И что ты мне сейчас это делал? Поэтому, как это, чтобы вы знали. Я тебе конкретно вопрос задал. Назови мне номерный фронт. Вопросы здесь задаю только я. А ты кто такой-то здесь? Архангел Георгиев, что ли? Вопросы здесь задаю только я. Хуй лос. А при чем есть это, Андрей Евгеньевич? Не знаешь информации, поэтому не можешь ее назвать. Информацию я знаю. Договор у вас начинается на 213, заканчивается 36. И расчетный счет начинается на 423, а заканчивается 74,86. Номер второго договора. Давай первый договор. Не получается у тебя, Андрей Евгеньевич? Все прекрасно получается. Потому что вы не владеете информацией о своих договорах. Потому что у вас настолько большое количество кредитов, что вы просто закредитованы на 153%. Вот ты на 153% меня сейчас обманул. На 153% вы закредитованы. Говоришь сейчас, снимай совсем номера договоров, так как они... Конечно, Неваш, потому что вы о своих договорах даже ничего не знаете. Ну, если я знаю, что ты меня сейчас обманул. Да, ну вы сами себя обманули. Знаете, вы еще сами себя обманули в декабре 2010 года. Сами себя обманули. Все равно у тебя ничего не получится. Ты говори, что ты хотел. И все. Я уже сказал, что 105 тысяч. Доставайте карточку, сейчас будем делать перевод. Сейчас будем доставить карточку. Откуда мне ее достать? Вы знаете откуда. Виза электрон. Откуда? Сбербанка России карточка ваша. Откуда? Какого Сбербанка? Что ты лепишь? Мне... Сбербанка России. Виза электрон. У тебя нет карточки в Сбербанке. Есть. Нет. Я говорю, есть. Как есть, а у меня ее нету. Может и через... И в другом банке у вас еще есть. Каком? Не знаете? Нет. В Тиньков банке. В каком Тиньков банке? Это что такое? Обычно Тиньков банке у вас есть. А, ну тогда достань ее и возьми с нее денег. Ну тогда достаньте, а она что у вас, я же не могу взять вашу карточку. Можешь, а что ты домой чишки? Вы можете. Кто сказал? Вы сказали вчера. Я вчера сказал? Вот это все, что ты мне сейчас рассказал, это я сказал вчера? Вы вчера говорили нашему сотруднику о том, что перезвоните мне в понедельник, во второй половине дня я смогу с каточки сделать перевод 65 тысяч. Что ты бредишь? У меня все разговоры забиты. Вот мы звоним, послушать, что вы вчера говорили. Вчера я вообще ни с кем не разговаривал. Мне жена вырвала телевизор. Вы вчера разговаривали в 19.37. В 19.37 я вчера не разговаривал, потому что жена у меня сказала, чтобы я с вами не разрешил разговаривать с вами с вами. А, даже так? Да. Сказала не надо. Это видимо жены рядом нет, что вы до сих пор не разговариваете, Я не знаю, она сейчас в Москве, да, за товаром поехала. Угу. Ага. Она сейчас у вас там, если хотите, адрес назовите, она сейчас заедет, забросит деньжат там. Можешь так? Сомневаюсь. Я ей подоговорю, что заедет. Чего сомневаешься? Адрес не знаешь? Ну, давайте встретимся. Думаю, встретимся. Возле Golden Palace. Golden Palace. Golden Palace. Golden Palace. Golden Palace. Чего ты как-то путаешь? Коряво как-то говоришь. Ну, скажи. Вы не знаете английских слов? Или перевод английских не знаете слов? Да, знаю примерно. Это где у вас такой золотой дворец там? Голден Пелес, глядь. Правды 8. Метро Белорусская. Метро Белорусская. Правды 8. Угу. хорошо на второй этаж 223 кабинет пожалуйста клиентский офис там у вас или что или я вас лично вы будете там лично сидеть да не убежите никуда зачем я в москву поеду на следующей неделе на следующей неделе праздники выходные а это неважно я буду там на праздники на выходных твой угол и пенис поеду там веселиться а у вас деньги будут они у меня есть что а кто сказал что меня их нет я что я что сказал что я нищий сказал что у меня денег нет а что уже есть они были давайте перейдем сто пять тысяч не давайте мне другие приоритеты мне надо детям внуку подарки дарить жене и кто-то давайте мы подарим что подарить подарить айфон 7 7 себе возьми у меня уже есть восьмого не существует о чем существует по угле и понятно сами придумали сами поверили на да понятно вам можно подарить зубную щетку а я тебе ершик подарю не знаете новую зубную щетку японскую которая чистит зубы без привлечения зубной пасты а я тебе ершик подарю советский нет ершик подарите детям своим нет хочу тебе зачем мне детям нет к сожалению нет знаете андрей евгеньевич давайте мы наверное прекратим этот бесполезный разговор точно я предлагал уже чтобы платить все равно ничего не будете вам абсолютно все равно вам абсолютно наплевать как вы живете своей жизнью в каком-то непонятном измерении почему вы решили что я должен плакать так никто плакать не должен и не ищем чтобы почему решили а вот при чем это при чем это как решили потому что решили так со мной поговорить в чувстве свое превосходство я могу вам как доктор сказать что в асмании величие переходящий в первую стадию шизофрении нет это оставьте при себе я оставлю при себе но это Ну, так оставьте свою шизофрению при себе. Да, вот какой ты, да. Оставьте свой диагноз при себе. Чемпион по тренингам, наверное, да, там, вот этим, блядь? По коучеру и к вам приходят, учат вас, как с нами разговаривают. Конечно, приходят. И к вам приходят, видимо, тоже вас посещают периодически. Смотри, там, какая у тебя должность у меня написана, вот я в этом твоем... Это не имеет значения. Моя должность, моя, не твоя. Моя, можно мне сказать. Ваша? У вас написано коммерческий директор. А что такое коммерческий директор? Так вы уже не являетесь коммерческим директором, в том-то и вопрос. Ну, а ты откуда, знаешь, являетесь или не являетесь? Не являетесь, поэтому об этом говорить сейчас бесполезно. Что говорить о том, о том, чего нет? Подразумевает под собой должность коммерческого директора. Что, как вы думаете? В нашем случае уже ничего. Как ничего? Я же им работал, если я им сейчас не работаю. Вот видите, работали, вот и доработали, что развалили всю фирму. Кто сказал, она существует и процветает. Ну, развалили бизнес. Хорошо. Что такое коммерческий директор? Не отвечайте на вопрос, любезный. А зачем мне на него отвечать? А, как же. Я вам должен отвечать, а вы мне нет. Как-то так. Так вопросу здесь даю только я, Андрей Евгеньевич. А отвечаю на эти вопросы или не отвечаю только я? Понимаешь? Это мое личное дело. Ну, очень плохо. Ну, это хорошо. Ну, так что? Кто такой коммерческий директор? Что это подразумевает? Вы не знаете, кто такой коммерческий директор? Вы же работали коммерческим директором. Ну, я знаю. Вы не знаете, какие функции исполняет коммерческий директор? Хорошо, я расскажу. Коммерческий директор. Ну, расскажите, как вы писали бизнес-план и как этот бизнес-план прогорел. Расскажите. Коммерческий директор. Вы, наверное, книжку не читали о Роберто Киосаке «Богатый папа, бедный папа»? Я смотрю тебе, когда делать нечего, когда ты попку не трахаешь, а ты книжки читаешь. Ну это оставьте при себе. Да оставил я уже при себе. Договол вас мне твой смущает, понимаешь? Вот хоть ты меня застрелил. Смущает и все. Поэтому оставьте это при себе, я вас очень прошу. Нормальный мужик не пойдет работать на бабскую работу, понимаешь? Вы думаете? Ты самоутверждаетесь, что ли? Сидишь там, дришь, взять. Нет, абсолютно. Это, видимо, вы самоутверждаетесь за счет чужих денег. Каких чужих? За счет чужих денег. Блядь, как тебе противно слушать ее. Конечно, противно. Конечно, противно. Хорошо, блядь. Ладно, хорошо. Что ты хотел-то? Вот знаете, вот при всем уважении к вам, знаете, очень плохо, что вы взрослый человек позволяете себе с чужими людьми разговаривать на... А я с тобой вообще не обязан разговаривать. Знаешь, что такое есть понятие Конституции Российской Федерации? Да, ты понимаешь, очень плохо. Знаешь, есть 51 статью, почитай там, и вторую заодно. Поэтому предлагаю вам почитать другую книжку. Книжку, блядь. Дейла Карнеги, как завоевать друзей? Мне и ты находит уже такой друг, блядь. Понимаете? Поэтому у вас, видимо, друзей нет. Поэтому вы сейчас со мной стратите столько времени. Были бы у вас друзья, вы бы уже разговаривали бы со своими друзьями и сказали бы по друзьям сто пять тысяч. Но так как у вас друзей нет, вы решили, что вашим другом теперь буду я. Нет, ни в коем случае. У меня пидарков в друзьях нет, понимаешь? Вот когда жалко, блядь, ну нет. Так хотелось бы под жопу кого-нибудь наладить, блядь, своим... Это мне вас искренне жаль. Мне, блядь, я уже это слышал, блядь. Мне вас искренне жаль в очередной раз. Ну уже тогда я не знаю, ну пришли мне денег или заплати за меня, если тебе жаль. Вам денег прислать? Да, заплати сто пять тысяч за меня, если ты меня жаль. Денег не могу прислать. Могу прислать какой-нибудь товар, подарок. Денег нет. А вот подарок. Ага. Какой подарок детям вы хотите, чтобы я купил? Я тебе сам подберусь. Детям. Давайте подберем вашим детям подарок. Давайте зайдем вместе с вами на сайт AliExpress. Выберем подарок детям вашим. Да не пиздей, я пиздец выберу. Не на AliExpress. Айпад что будем покупать? Велосипед будем. Что будем покупать? Ну борт, что будем покупать? Инвалидную коляску себе купить. А, инвалидную коляску вы будете покупать детям? Вы будете покупать себе это. А зачем вы будете детям покупать инвалидную коляску? Ладно, ты поговори, а я пойду дела заниматься. Что вы сделаете? Делаю делов много, понимаешь? 105 тысяч отсчитываете, да? Отсчитываю, да, слюнявливаю. А, слюнявите, 105 тысяч. Отслюнявливаю. Это вы метки ставите, да? Пять, тупой. Ладно, все, ты поговори, я не буду тебя слушать. А что происходит, Андрей Евгеньевич? Надо дело делать, а ты мне рассказываешь. Ну, трубку я первым... Вы заняты, да? Да, и мы заняты. Я говорю, что трубку я класть не буду. Давайте мы тогда перезвоним. Через сколько вам перезвонить? Перезвони мне лет через 10. А, лет через 10 перезвонить? Да, когда я отсижу там все твои эти... Ну, знаете, через 10 лет уже будет другая космическая связь будет. Да, будет космическая связь через 10. Ну, да, уже, собственно говоря, уже будет новая система будет. Уже машина времени будет, понимаете? Через 10 лет. Что ты, ты фантастик. Ладно, в общем, короче, через год позвони. Я думаю... А, через год позвонить, да? А ты же меня на 2. Знаете, это же... Вы знаете, я не смогу вам... А, Андрей Евгеньевич, через год не могу позвонить. Дурик, ты меня на 2 посадишь. Я говорю, через год я не могу позвонить вам, потому что 29 декабря я улетаю. Нет, я знаю, ты можешь улетать сейчас уже, ты улетел, считай. Вы слышите меня? Слышу, блядь, космонавт ебать. Я улетаю в Камберу. В Камберу ты улетаешь, блядь. Ты с печки на лавку улетаешь, понимаешь? Нет, в Камберу. Понимаете, в Камберу раз и навсегда. Да, вот, правильно, лети туда лучше сейчас, завтра. Нет, с 29, в четверг. Летишь 29, в Камберу. Ёлы-палы, капитан удача Камбера, Австралия, как круто. Давай, петушок, если долетишь, лети в Камберу. Чтоб тебя там в этой Австралии аллигаторы поимели в одно место. Он так вот себя повел, чтобы показать, как он состоятельный. Его, наверное, его бойфренд везет. Или пригласил его бойфренд туда. Ты без водки позвонишь мне. К сожалению, нет, Андрей Евгеньевич. Да, через два тогда. 29-го у меня последний рабочий день. Да, потому что я буду тогда два года отсижу по твоей наводке. И тогда позвонишь, потому что на зоне нет телефона. Я говорю, у меня последний рабочий день 29-го декабря. И все, ты улетаешь на Венщину Камберу. Ну, это за что-то пыль. Да, навсегда. К своим родственникам. К своим родственникам-обезьянам, которые там много-много обезьян. А дальше вы будете уже, как говорится, разговаривать с другими. Да, да. И с удовольствием. Все, значит, я буду разговаривать с другими, а ты улетай в Камберу, пожалуйста. Поэтому в Камберу улетаем. Давай, улетай. Прямо все. Разводите рыбу. Давай, лови рыбу там, блядь. И ешь ее прям нечищен. Это полезно. Вот, поэтому дальше будете, как говорится, уже не со мной заниматься вашим делом. Да, хорошо. Я согласен. Поэтому я буду очень рад этому, что я с вами больше никогда разговаривать не буду. Хорошо. Это мне вас искренне жаль. Хорошо. Меня сейчас звонит кто-то еще? Поэтому я вам говорю, до свидания. Вы слышали меня, Андрей Евгеньевич? До свидания. Счастливого вам Нового года. Да, трубочку положи. С наступающими праздниками вас. Вы слышали, Андрей Евгеньевич? Слышали я. Я говорю, с наступающими праздниками вас. Пошел в жопу, не твое дело. С наступающими праздниками вас, Андрей Евгеньевич. Пошел в жопу, не твое дело. Слышишь меня, нет? И ваших родственников с наступающими праздниками. Какой-то вежливый муфлот. Все, давай, отдыхай. Я говорю с наступающими праздниками вас, Андрей Евгеньевич. Я слышу тебя. Значит что? А почему вы не отвечаете? А что я тебе должен ответить? И ваших родственников с наступающими праздниками. Спасибо, любезный. И ваших детей с наступающими праздниками. Самые мои дети-то накрыли тебя что-то там. Ты под грибами? Счастливого Нового Года. Под грибами, да, все-таки? Не услышали? Ты муфлот, да? Happy holiday. Holiday, да. И тебе holiday по всему лицу. Happy holiday. Happy holiday, да. И holiday, и holiday по всему лицу тебе. Ну? Еще что? Какой еще хулицейт мне предложишь? Merry Christmas. Ох, ты пил, блядь. Merry Christmas. Что, Merry Christmas? Ты Merry зовешь какой-то? Merry к тебе не придет. Она знает, что ты поедешь в этот самый, куда-то там собрал. Happy New Year. Ох, словарь терминов открыл. Ну, могу. Все, мне вас искренне жаль, Андрей Евгеньевич. Смотрю, смотри, искренне ты в наш. Всего доброго, до свидания. Да, да. Слышь, мы вас сгоним. Ну, ладно, давай, достал ты уже. Да, друзья, наконец-то этот ад кончился. Я не с точки зрения ролика, а с точки зрения терпеть голос этого вот субъекта, этого полупидора вот этого. Это ужас какой-то. Это, честно, это, ну, 40 с лишним минут. Это было тяжело, но мы сделали этот тип, полетел в Канберу. Но, кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну, и, конечно же, кому интересно, более глубокое изучение материала в описании этого ролика, есть ссылочка на наш сайт, на нашу группу ВКонтакте. Задавайте вопросы, если вам интересно, мы будем формировать какие-то другие ролики, отвечать на эти вопросы. Ну, конечно, репост в соцсетях. Помимо этого ролика есть еще много всего интересного на нашем канале, в группе ВКонтакте. Все ролики дублируются. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Алям. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!